Добрый день! Добрый день, уважаемые учащиеся 11 классов. Мы с вами заканчиваем первый модуль. Решение моделирует идентичность. У нас урок номер 7, который посвящен самооцениванию номер 1. Авторами этого урока являются Павел Чербушка, директор Республиканского теоретического лицея Аристотель и я преподаватель лицея Антиох Кантемир Александр Корененко. Самооценка позволяет оценить свою работу по отношению к целевым компетенциям. То, о чем мы говорили на самом первом уроке. Помните о своем личном значении в процессе обучения. Какие изменения вы заметили в своем поведении и в своих действиях. Итак, поразмышляйте об основных достижениях во время изучения модуля. Какие ответы вы получаете на эти вопросы. Первое. Есть ли у меня точка зрения на решение и личность. Какие варианты можно изменить, а какие необратимы. Почему идентичность это тема личная. Как решения влияют на нашу идентичность. И как мы можем показать, что свобода заключается в способности решать. Сегодня на уроке мы будем самостоятельно оценивать наши способности, собственные последствия в выполненных действиях. А также мы будем признательны за работу коллег и получим или дадим конструктивный отзыв о их работе. Итак, друзья. Исследуйте компоненты новой европейской парадигмы образования. Мы с вами о 20 компетенциях для демократической культуры говорили на самом первом уроке. Проанализируйте уровень развития этих навыков. И отметьте несколько, не обязательно несколько, можно один, где вы заметили изменение качества. Каковы ваши намерения улучшить ситуацию по каждому компоненту. Ценности, отношения, навыки, знания и критическое мышление. Итак. Действуем. Строим наше будущее сейчас. И здесь мы вспоминаем о таких понятиях, как ценности, человеческое достоинство, права человека, культурное разнообразие, представительная демократия, об отношениях, открытость к культурному разнообразию, уважение и гражданский дух, ответственность, самоэффективность, терпимость к различиям. Вспоминаем о навыках, навыки самостоятельного обучения, навыки аналитического и критического мышления, навыки аудирования, наблюдения, эмпатия, гибкость и адаптивность. А также вспоминаем о знаниях и критическом мышлении, знания и критическое осмысление себя, знания и критическое мышление относительно языка и общения, и знания и критическое понимание мира. Проанализируйте несколько проявлений идентичности. Приведите пример для каждого компонента. Правительство и политика, посредник, разнообразие и плюрализм, права и свободы, обязанности, правила и законодательства, конфликты и равенство. Какую квалификацию Вы заслужили за участие в изучении деятельности первого модуля? Отлично, хорошо, удовлетворительно. Как Вы думаете, Вы дали справедливую оценку, если быть честными сами с собой? Я надеюсь, что Вы сделали шаг вперед в развитии демократических навыков. Нам еще есть много чему поучиться. На этом я Вас поздравляю и до скорого! Продолжение следует...